Около 450 трамваев и троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Важно, чтобы в салонах было чисто и аккуратно, говорит Елена Абасова, которая сама ежедневно пользуется общественным транспортом, а в рабочее время наводит порядок в трамваях. Намного хорошо, когда ты заходишь, и как бы, ну, всё везде чисто. Например, если ты руку, ну, положишь на подлокотник, на подоконник, точнее, то у тебя, как бы, кульска грязная не будет, и тумбы, они тоже, ну, когда чистые. Как бы, вагон сразу видно, то есть за вагоном смотрят и его не запускают. Уборка проходит дважды в день. Здесь моют полы, окна, поручни и спинки сидений. Не пропускают ни одну поверхность, с которой контактирует пассажир. После влажной уборки вагоны обрабатывают дезинфицирующим средством. Раствор это специальный, на него определенно на территории Российской Федерации получен сертификат, и он специально предназначен для, значит, уничтожения всех микробов. Дополнительно со всей ситуацией, которая происходит в стране, я имею в виду вирусной, мы усилили меры. Проверить, как проходит уборка и дезинфекция, приехала глава города Елена Лапушкина. Час сорок пять, у вас уже прям всё выверено по времени, да, молодцы. А вы одна работаете в трамвае? Нет, вот в трамвае. Вдвоем у вас сходит час сорок пять на один трамвай. В данной ситуации, конечно, он должен не просто мыться, он должен действительно проходить процедуру дезинфекции. Я сегодня сама приехала убедиться, что у нас хватает запасов дезинфицирующих средств. То, что у нас это тщательно делается. Безусловно, это важно, потому что люди, заходя в общественный транспорт, соприкасаются и с ручками, и с поручнями, и садятся, и хотят, чтобы они чувствовали себя максимально безопасно. На предприятиях проводится проветривание и дезинфекция помещений. В городской администрации создали оперативный штаб по новому коронавирусу, в который вошли руководители всех структур Самары. Работают телефоны горячей линии. Мария Левина, Николай Епифанов, События.